Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители леса! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем рассказ о грибах наших лесов. И сегодня у нас... Мы сегодня хотим познакомить вас с рядовкой белой. Техолома Альбум. Рядовка белая. Она тоже относится к позднеосенним грибам, по крайней мере у нас. Появляется во второй половине сентября. И ее растет очень много. Очень много. Но собирать ее смысла нет. И действительно рядовка. Рядами. Рядами, кругами. Смысла нет ее собирать, потому что, хотя она и красивая, и много, и не ядовитая, но есть ее невозможно, потому что у нее очень противный запах. И горьковатый вкус. Этот запах не удаляется ничем. А запах... Запах дуста. Ну, желания нет. Это есть желание такого. Настоящего дуста, причем таким мощно, сильный. Так, как она выглядит? Давайте подробнее рассмотрим. Вот. Она... Сначала... Шляпки ее закруглены, внутрь завернуты края, а постепенно она распрямляется. Она на самом деле... Шляпка на самом деле белая. И бывает чуть-чуть желтоватой. Очень красиво круглая. Практически тут какие-то зоны проступают иногда, но практически ровная окраска. Лишь только серединка темненькая. Коричневатая, желтоватая бывает. Иногда пятнышки вот на самой рядовке, да? Вот такие желтенькие пятнышки. Но тоже далеко не всегда. В старости шляпка растрескивается, и ее края становятся неровными. Здесь очень... Здесь хорошо видно это. Вот они растрескались. Вот. Трещины и неровности. Угу. Постепенно даже может... Ну, как это? Воронковидной становиться. Ну, так. В основном плоской. Теперь посмотрим пластинки. Вот они. Беленькие. Ну, немножко желтовато-кремовые. Пока помоложе оторвать. Все равно чуть-чуть кривоватые. Они, не сказать, что чисто белые. Да, и частые. Очень частые. Очень ровные. И какие-то чистенькие, хорошенькие. Прилегание к ножке. Типично ледовочные. Они бывают. Называют ледовкой говарушку серо-дымчатую. Но там не сходят по ножке пластинки-то. А здесь? А здесь настоящая ледовка. Угу. Ножка тоже белая почти. Немножко расширяется к низу. Она не сильно длинная. Ну, побольше, чем диаметр шляпки. Ну, ненамного. И чуть-чуть расширяясь к низу, присоединяется к земле. Прямо или немножко изогнувшись. Так, теперь я хочу ее разрезать. И посмотреть, что там внутри. Ага. Красивая мякоть. Белая. В меру плотная. В меру мягкая. Это что, у нас червячок? Не знаю. Ну-ка, посмотрите, как она там. Вот, если так отрезать. Ножка, видите, заполнена. Плотная. Да, без канала, без дырочки. Без дырочки. Угу. Ну, бывают ножки более толстые, конечно. Сейчас уже козья осень, поэтому они, может быть, такие. Потащи немножко. Так, а теперь я и хочу ее понюхать. Может, наговариваем? Не сильно. Ой. Все равно пахнет и очень сильно. Вот. Что интересно, даже в лесу, проходя мимо, начинаешь чувствовать этот запах дуста. Ну, противный запах. Очень противный. Очень противный. И тут, по-моему, вариантов нет. Вот. Мы не пробовали ее варить, но те, кто пробовал, говорят, что запах этот при варке усиливается. Он становится, да. И не пропадает. Так что здесь... И тоже интересно, что в некоторых справочниках она фигурирует среди ядовитых. Вот здесь так маленькая дырочка есть все-таки. Ну, токсинов, именно ядовитых, в ней не найдено. Она несъедобная. Она несъедобная, просто и противная. Ну-ка, сейчас я ее попробую. Внимательно это надо знать, чтобы не попало в ассорти. Да. Испортит вам весь все блюдо. Хотя очень красивое. Ну, конечно. Украшение леса. Да, бывает круги, ряды. Так, лес у нас это ели, сосны. Вот немножечко берез среди елок и сосен. Ну, она обычно и растет в смешанном лесу. Да, вот. Но на основе елки я заметила, что почти всегда елка должна присутствовать. Вот на земле сейчас листья, иголка, немножко, немного моха. А действительно, вот, посмотрите, смотрите, вот. Как ряд идет, идет, идет. И туда он интересен. Да, да, прям настоящая рядовка. Все рядами, как ей положено. Вот. Но. 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 Но несъедобно. Да, хорошо. Сейчас уже поздняя осень. Сегодня у нас 11 октября 2017 года. Шесть градусов тепла. Да. Холодно. Холодно. Мы надеемся, дорогие друзья, что своими рассказами о грибах помогаем вам разобраться в этом огромном царстве. А мы, наш просветительский канал Грибоведы, с большой благодарностью примем любую помощь от вас. Наши реквизиты вы найдете на сайте и после каждого фильма на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Ну, а вам желаем, чтобы корзинки всегда у вас были полными вкусными грибами. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо.